Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем проходить игрушку под названием Prehistoric Kingdom. Это девятая серия прохождения. И я хочу его, наверное, давайте заведем это традицией. По традициям с самого начала ролика показать людей, ребят, подписчиков, кто попал в наш зал славы нашего парка SkyTopGames. Собственно, это Sculpting Dinosaur World, ресничная бананоедка, ресничка и Shadow. Эти три подписчика попадают в наш зал славы, потому что эти ребята частые комментаторы. Да, не боюсь сказать это слово, комментаторы, люди, которые оставляют часто приятные, интересные комментарии на каждом ролике на нашем канале. Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Мне очень приятно, что вы смотрите наши ролики. Ну что же, в этой серии мы выведем с вами Пахеринозавра, которого я, по-моему, забыл аж с первой серии. По-моему, да. Или со второй. Обещал его вывести в пятой серии, но опять забыл, потому что увлекся другими животными, которые появлялись в ходе разработки игры и в изучении игры. И, собственно, с самого начала я ставлю игру на паузу. Я иду в раскопки. Помните, восьмую серию, кто смотрел, тот молодец. Аргентинозавр. Мы добились пяти звезд в нашем парке. Наш парк самый лучший парк в мире. И мы можем открыть этого огромного, огромнейшего зауропода. Аргентинозавр. Изучение. Я потратил 11 миллионов долларов. Только что я слил 11 миллионов долларов, чтобы вы знали. Так, ну, собственно, мы разведем, да, мы построим сейчас вольер огромный для Аргентинозавра. Я даже не знаю по стоимости, сколько стоит это существо огромное в нашей лаборатории. Посмотрим. Да, кстати, это второй зауропод после Камарозавра. Но Аргентинозавра намного больше, чем тот же Камарозавр. Так, давайте посмотрим. Собственно, это огромнейшая махина. Да, ростом я даже боюсь сказать, сколько метров, ну, 20, наверное, высоту стоит 2 миллиона 750 тысяч долларов. Нам позволяют финансы. У нас 3100. Поэтому я сразу открою этот вид. Вернее, поставлю его в ячейку инкубации. Так, самец или самка? Пока у нас, как бы, гнездования в игре нет. Но я надеюсь, что скоро разработчики это ведут. Это будет очень клево. Давайте, наверное, самца. Самцы и самки, они различаются здесь все-таки и, как бы, и по росту, и по окрасу. Самец такой, какой-то более полосатый, агрессивный, с какими-то большими шипами на спине невероятно. Ну что же, давайте поставим его в изучение. Так, далее нам нужен Пахеринозавр. Пахеринозавр стоит, ну, в принципе, это достаточно маленькие, небольшие животные. Так, ну, вольеры. Опять же, я посмотрел сейчас вот на вот эту циферку и немножко офигел. 15 тысяч квадратных метров. Представляете, какой огромный вольер нужен этим существам. Да, в принципе, я создам самца и самку. Так, нам не хватает денег. Такс. Давайте подождем, это, в принципе, достаточно быстро. Самец и самка. О, я даже троих Пахеринозавров поставил в инкубацию. Ну ладно, им будет не скучно. Так. Вернемся к нашему аргентинозавру. 30 тысяч вольер. 30 тысяч квадратных метров. Так, надежный забор нам нужен. Ну, я не знаю, бетонный забор ставить... Блин. Знаете, я бы, конечно, поставил бетонный забор, потому что в дальнейшем животные все-таки будут выбивать, выбегать из клеток. Но пока этой функции у них нету. Хотя, вот мы обращали внимание на целофизисов, которые, помните, постоянно у нас убегали из клеток. Проблема, кстати, так она не прошла. Целофизисы. И дилофазавр, вот эти два вида, они постоянно убегают из клеток. Хотя, вроде, проблему даже исправили. Я знал, что это был баг. Потом, вроде бы, это все сделали. Потом мне стали писать подписчики, что... Короче говоря, надо поставить вольеры клетки повыше. Я это, вроде, сделал, но все равно, все равно что-то не помогает. Так, собственно, пройдемся немножко по нашему парку. Камарозавры. Я поставил вот такое убежище здесь. Они, по-моему, туда даже не заходят. Насколько я мог наблюдать за ними. Они не заходят туда, не нежутся под этим небольшим таким куполом. Или я там соломой им накидал, вроде бы. Поставил еще вот такой вот, я не знаю, зонтик. Что это, как можно назвать? Грибок, блин. Но это, типа, тоже считается убежищем. Это, кстати, специальное, да, убежище для зауроподов. Может быть, они чуть позже зайдут туда, я не знаю, прячутся. Хотя, вот, посмотрите, вот на эту самочку-камарозавра под... с кличкой Тесса, да, она вроде бы как легла в тенек, который, ну да, тень падает от козырька, она прохлаждается, охлаждается. Так, что еще по парку? Я поставил здесь вот такой небольшой парк отдыха. То есть, люди сюда заходят, отдыхают на скамейках, жрут бургеры, ну все как обычно. Поставил пару ресторанов. Так, дальше. Дальше. Я разместил одну электр... Сейчас покажу. Одну солнечную батарею, потому что мне стало прямо жестко не хватать электричества. И поставил две вот такие вот электрические ветряные турбины. Да. Короче говоря, у нас уже, в принципе, готов наш самый большой, наверное, зауропод парка. Аргентинозавр. Сейчас мы будем вне съемок строить клетки и, короче, его выпускать. Да, и, собственно, мне давненько один человек советовал, я не помню, под каким именно видео, построить самый большой такой вольер, я не знаю, тысяч на сто квадратных метров. И, собственно, знаете, сделать его зоной для всех. То бишь, разместить там разные всякие виды, чтобы, знаете, как будто открытый мир, животные в открытом мире не в клетках. Собственно, посмотреть это со стороны. Животные вроде бы пока не имеют свойства здесь к дракам. Я это проверял в одной клетке, если разместить хищника и травоядного, вроде бы они не файтятся, не дерутся, проблем никаких нет. Так, ну, ладно, давайте, давайте, короче, включимся уже утром. Итак, друзья, наш вольер готов. Все-таки я построил бетонный забор. Также я разместил вот такие вышки, собственно, где наши посетители будут приходить. И им здесь более-менее удобнее будет наблюдать за нашими новыми животными, аргентинозавром и похеринозавром, которого мы сейчас выведем. И здесь рядом я открыл еще один вход в наш Skytop Games Park. Согласитесь, это удобнее. Да, я хотя бы маленько даже разрядил обстановку вон там у того входа. Представляете, людям как будет тяжело добраться оттуда, чтобы посмотреть, прийти и посмотреть на данных животных где-то в другом конце парка. Ну что, погнали. Короче, я решил, что аргентинозавры и похеринозавры, я не знаю, что это будет, размещу в одной клетке. Ну что же, давайте выберем всех, выпустить всех четверых. Наш огромный аргентинозавр с кличкой Родриго. У-уля. Этот малыш явно прямо счастлив. Вы посмотрите, посмотрите, вы видели, как он встал на Две задние лапы. Да, он счастлив попасть в наш Skytop Games Park. Он что-то щебечет на своем. Ну что же, и выводим двух самочек похеринозавра и одного самца похеринозавра. Роза, Игнасио и Эвелин. Отлично. Я надеюсь, что наш аргентинозавр их не задавит. А то мало ли что. Так, у нас, я смотрю, катастрофически что-то с электричеством. Случилось что-то случилось с электричеством, и я не пойму, что случилось. Так, наверное, тогда нужно разместить побольше... Давайте вот здесь вот. Побольше витринных вот этих турбин электрических. Вот так. Да, скорее всего, это из-за того, что я открыл второй вход. Я здесь не устанавливал ничего, кроме двух витринных турбин и одной солнечной панели. Но, собственно, данные животные могут с легкостью существовать друг с другом, потому что это два вида травоядных животных. Вот только мне интересно, как теперь им нужно облагораживать вольер. Ведь у каждого свои потребности, и что для этого понадобится, я даже не знаю. Так, ну, давайте, в общем, приступим. Давайте приступим. И начнем мы, наверное, наверное, я даже не знаю, с кого начать. Все, в принципе, очень интересные. Все мне нравятся. Аргентинозавр. Так, включу свет. Аргентинозавр Родриго. Так. Собственно. Собственно. Так. По размеру вольера все прекрасно. Похеринозавр. Тоже очень прекрасно. Ему нравятся его размеры клетки. Мы его даже в два раза. Представляете? Увеличили. Так что, если что, заведем здесь семейство похеринозавра и аргентинозавра. Что он? Оу. Смотрите, он чистил себя. Вы видели, да? Он чистился. Он что-то там, блошек каких-то или что он там, я не знаю, вылизывал себя. Так. Растительные биомы, природа. Так. Где-то процентов 80, вода 80. В то время как у... Так, сейчас, секунду. Но в то время как у похеринозавра. Это же похеринозавр. Подождите, а почему я выбираю... Вот. Похеринозавр. А, ну, в принципе, у них одинаковые потребности. Я даже не прогадал, разместив их в одной и той же клетке. Так, вон и болотные угодья, прибрежные. Тропические. Ну, вот, кстати, да, по растительным биомам у них совсем немножко все различается. Ну, тогда поехали к воде. Сразу приступим. Так, вода. Что-то не очень глубокое. Будем отталкиваться, наверное, от нашего аргентинозавра. Водоем. Водоем. Ну, наверное, как всегда, посередине где-нибудь размещать. такое небольшое глубокое озеро. Даже можно чуть глубже, наверное, сделать. Давайте глубину чуть-чуть увеличим. Так. Где-нибудь разместить еще вот здесь такую воду. Отлично. Озеро. Можно, в принципе, знаете, что было сделать? Так. Соединить. Вот так. Соединить этот. Такая река, как бы, да, получилась. Так. Ну, что же, у него по воде. Нам не хватает для похеринозавров. Придется еще накидать маленько. Придется, да, еще немножко накидать. чуть поглубже. Бурная вода. Спокойная вода. Отлично. Так, теперь приступаем к габиомам тропические. я, выберу все. В автоматическом режиме оно выставится так, как ему надо. кустарники. Да, более лесистая местность нужна. Это понятно. Для таких больших динозавров. Мне кажется, они любили там прятаться, они любили там питаться, кормиться, гнездоваться. чисто будет здесь отдельный биом, такой лесистая местность для нашего аргентинозавра. Вот этот угол именно данного вольера я выделю для него. Так, еще нужно. Прекрасно. Остановимся, наверное, на этом. Далее. А вот, кстати, да, смотрите, вот с этим они спорят. Видите, да? То есть по природе, то есть по растительности по херенозавр спорит с аргентинозавром. Ладно, прибрежная биома. Давайте поставим. Ну, и что? Еще? Но нужно еще. Вот этот угол я оставлю для пахи ренозавра. Чуть можно было больше, конечно. Ладно. Все, я думаю, на этом хватит. Далее. Далее, что у нас по кормушкам? Питание. Ну, понятно, обогащение. Обогащение среды. Так, едем в кормушки, где они у нас уход за животными. динозавра. Блок замороженных фруктов. Парочку для пахи ренозавров. Я забыл совсем про гни... Знаете, про что? Про жуков, да, навозных, которые будут убирать, съедать помет наших новых видов динозавров. чтобы постоянно самим кормушки не чистить. Это занимает достаточно много времени, да. Я думаю, вот этого хватит. Так, большие деревья. Большие. Давайте поставим такие вот три кормушки, разместим в этой стороне для аргентинозавра и поставим вот в этой части две кормушки даже три можно. Почему бы нет? Три кормушки для пахеринозавра. Фрукты? Фрукты? Да, почему бы нет? Отлично. Прекрасно. Интересно, кстати, туристы в этой стороне проходят? Да, они ходят. Они ходят. Я здесь где-то разместил, если не изменяет память, информационные таблички. Так, надо их включить, я думаю. Аргентина, пахерина. И здесь, наверное, укажем также аргентинозавра. С этой стороны тоже есть. Совсем забыл про них. так. Пахеринозавр. Почему нет? О, даже еще. Правильно, чем больше информации по каким-либо видам динозавров в нашем парке, тем туристам будет понятнее, с чем они сталкиваются в нашем парке. Ну, собственно, я скажу так, что более-менее пахеринозавры смогут ужиться с аргентинозавром, да, несмотря на то, что он даже такой огромный и большой и может ненароком их задавить, затоптать. Но нет, я думаю, пока этого в игре не будет, не очень скоро и вряд ли это будет. Но эти два вида травоядных выведены в одной клетке, мы сэкономили место в парке, мы подняли рейтинг и, собственно, можно будет таким образом размещать в дальнейшем других животных в одной клетке, тех же хищников попробовать, пока нету механики сражений друг с другом, собственно, каких-то файтов. Так, дайте-ка я проверю на всякий случай нашего аргентинозавра. Так, про питание. Ну, в принципе, по природе, ну, ему только не нравится, я говорю, да, биомы похереннозавра. Питание. Что-то по питанию не хватает. Ну, может быть, да, он, скорее всего, пока еще с кормушек наших не ел, с высоких ничего. Не прогадал, да, я поставил блок замороженных фруктов. Это прекрасно, это очень даже. Собственно, прекрасно. Ну, что же, давайте, наверное, на этом наш ролик я закончу. Всем, кому понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал и не пропустите новую серию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok